Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Уже практически замкнули мы очередную пятидневку, есть еще пару отчетов, на которые стоит обратить внимание, но сегодня наша первоочередная задача подвести итоги вчерашних протоколов, которые изначально расценивались и трактовались как один из самых важнейших фундаментальных событий, и те, которые способны повлиять на рынок как фондовой секции, так и, соответственно, на рынок форекс. Сегодня, безусловно, мы о них поговорим подробнее, подведем итоги, но основной акцент сделаем тогда, когда переключимся на американскую валюту против иены, поскольку как раз для нас это традиционная валютная пара, через которую мы обычно отыгрываем важные макроэкономические события, которые касаются перспектив изменения денежно-кредитной политики США. Есть у нас также и традиционный актив, с которого мы стартуем, каждый брифинг – это нефть, поэтому давайте не будем нарушать нашу традицию, сегодня поговорим сперва о том, что происходит на рынке энергоресурсов. И здесь, конечно же, я с оптимизмом смотрю на текущий разворачиваемся тренд, который может стать причиной еще более глубокого ухода актива. Хотелось бы верить, что бренд, достигнув на торговой сессии в понедельник своего локального хай, сейчас начал корректироваться не просто так, что вроде бы как это нормальная реакция с точки зрения техники, но еще и нормальная реакция на тот фундаментальный фон, который сейчас есть на рынке. И этот фон может стать причиной формирования не просто локального отката, а может быть даже нового контртренда, который будет предполагать уход этого актива ниже 50 долларов за баррель. Закрытие прошлой торговой сессии по бренду 51.72. Мы с вами сделали ставку на то, что этот инструмент пробьет поддержку 52, пойдет ниже и, скорее всего, доберется до отметки полтинника. Что касается актуальных котировок 51.50, если мы проведем параллель с котировками, которые наблюдали на хаях в понедельник, получается, что нефть потерял уже около 5%. Согласитесь, это довольно существенное движение, которое настраивает нас, как медведи, на оптимистичного по поводу того, что эта коррекция может быть продолжена в таких же объемах. И мы сможем быстренько добраться до отметки 50 долларов за баррель, это как минимум. Теперь, что касается факторов давления. Возможно, все-таки определяющим новостным событием является факт очевидного скептицизма со стороны участников рынка о том, что на предстоящей встрече в Вене нефтедобывающие страны ОПЕК в содружестве с Россией смогут все-таки последовать делом за словом и выйти на какие-то согласованные, фактические, совместные меры, которые будут предполагать ограничение добычи. Мы сейчас не будем проводить разбор полетов, поскольку разбирать, по сути, еще нечего. Мы не знаем, какие регионы, то есть понимаем, кто прежде всего должен обойти на коррекцию, но еще не ясно, в каких пропорциях и объемах. И, честно говоря, я думаю, что это решение будет постоянно переноситься, а если уж и будут обозначены какие-то квоты, не факт, что они будут соблюдаться. На это я делал акцент в ходе вчерашнего брифинга, напомнил вам то, что квота на самом деле действует и сейчас, но на эту квоту все смотрят с закрытыми глазами, и фактически цифры добычи говорят и свидетельствуют о том, что она давно осталась позади. Истинные цифры выработки гораздо выше. Плюс ко всему, вспомните последние комментарии, подтвержденные фактами, цифрами Международного энергетического агентства, которое сослалось на доклад ОПЕК о том, что по итогам прошлого месяца добыча выросла на 160 тысяч баррелей в сутки, доведя общий показатель, до 33-64. Трейдеры прекрасно понимают то, что остановить такой локомотив крайнего перепроизводства будет очень трудно, особенно в такой короткий промежуток времени. Поэтому ждем ноябрь, ждем 30 ноября, если быть совсем точным, и постепенно настраиваемся на то, что договоренности не будет. Следующий фактор, который непременно сейчас нужно брать в расчет, это, безусловно, вчерашняя статистика по запасам нефти США от Американского института нефти. Отчет по причине дня Колумба в понедельник поехал ровно на сутки. Вчера мы его только дождались, поэтому, соответственно, спустя день, то есть сегодня у нас будет возможность с вами последить за официальными данными от Минэнерго США. Но вчерашняя статистика позволяет нам рассчитывать на то, что запасы могут увеличиться и по официальным данным. Вот согласно вчерашнему отчету, плюс 2,7 миллиона за прошлую неделю, против прошлого спада на минус 7,6. Сразу делаем какие выводы? О том, что это первый рост за последние, по-моему, 6 недель, и это максимальное значение по приросту с апреля месяца. То есть хороший такой фактор временной выборки позволяет, опять же, нам транслировать идею наших предположений о том, что запасы, может быть, действительно дальше будут увеличиваться. Дождемся официальных цифр, но поскольку уже статистика от АПИ стала фактором неплохого фундаментального давления, то ли еще будет официальных данных. Поэтому, если запасы реально также вырастут, мы будем наблюдать, как снижение бренда продолжится. Да и плюс ко всему, у нас завтра еще традиционный отчет, который замыкает неделю, это количество платформ от Бекер Хаджест. Я практически не сомневаюсь в том, что мы будем снова с вами фиксировать прирост, в этот раз, наверное, не меньше, чем на 5 штук платформ, что выведет общий показатель уже за 430, и снова позволит нам не оставлять в покое идею того, что объемы добычи будут по-прежнему увеличиваться и нарастать. И сегодня в качестве еще одного фактора давления, который, скорее всего, отыгрывается уже на азиатской торговой сессии и может сохранить потенциал для того, чтобы увести бренд еще глубже, это данные по торговому балансу Китая, которые для нас являются, как и вся статистика по Поднебесной, настоящим барометром состояния и положения дел. То, что там все плохо, не будем сейчас повторяться, потому что у нас были брифинги, на которых мы очень много внимания уделяли текущей ситуации в Китае, но вот сейчас мы решили следить за локальными макроэкономическими отчетами, просто делать поверхностные выводы, ну, они же, на мой взгляд, сейчас самые объективные, о том, улучшается ли ситуация или нет. Торговый баланс экспорт просел на 10% против прошлого более скромного склада, минус 2,8%, импорт минус 1,9% против прошлого, плюс 1,5%, то есть негатив совершенно очевидный. То, что китайская экономика продолжает демонстрировать жесткую посадку, не вызывает сомнений. И вы помните, что здесь логика, на мой взгляд, вполне понятна. Если Китай испытывает проблемы, то, будучи одним из основных потребителей энергосырья, можно, по крайней мере, рассчитывать и делать ставку на то, что спрос на сырье пострадает, хотя бы со стороны этого региона. Ну и к тому же у нас Китай является также площадкой, которая позволяет оценить, в принципе, состояние всей мировой экономики. И на основании тех данных, которые мы получаем по Китаю, и тех действий, которые подпринимаются Народным банком Китая, чтобы простимулировать экономику, мы сейчас, к сожалению, вынуждены только обозначать глобальную слабость, которая характерна для всего мирового экономического роста. Ни единого позитива сейчас нет на рынке нефти, допуская то, что он может появиться. Безусловно. Вот, в частности, вы помните, на прошлой неделе мы еще делали ставку на снижение, но никак не могли предположить, что внезапные комментарии Владимира Путина, президента России, о том, что Россия также поддержит потенциальные договоренности по ограничению добычи, могут стать причиной ухода Брента выше годового максимума, обновления годового максимума. По сути, 14-месячная планка, которая вот была протестирована, с точки зрения своих максимальных уровней. Такие форс-мажоры, безусловно, на рынке могут произойти. И, к сожалению, не случается в последнее время все чаще и чаще. Ну, очень много мы уже говорили про предстоящие заседания ОПЕК, про договоренности, очень много говорили про то, какие регионы будут принимать в этом участие. Но, наверное, с точки зрения позитива высосали уже весь тот положительный фон, который присутствовал на рынке. Теперь пора бы знать и честь, и в игру вступить медведем. Нужно тащить бренд к отметке 50 долларов за баррель, там, собственно, этот актив и жден. Российская валюта 63.14. Девальвация рубля – это реакция на слабость нефти. Прописное, истинное правило, которым нужно пользоваться и дальше. Мы стали покупать пару с отметкой 62. Я говорил то, что сможем добраться до 65. Я надеюсь, что вы присоединились к этой сделке. Поэтому давайте наблюдать и, собственно, смотреть, как наш профит по девальвации рубля и по факту роста доллара будет в этой паре только увеличиваться, потому что неизбежно пара идет целенаправленно курсом, прямиком именно к этой отметке. Дальше идем. Евро против доллара сейчас торгуется на отметке 1.10.13. При этом минимальное значение, которое мы протестировали, это планка 1.10. Выставила пока эта поддержка, но, конечно же, она очень серьезная. Вот сколько месяцев евро пытался преодолеть ее, все попытки были безуспешны. То, что сейчас европейская валюта может оказаться ниже, я в этом практически не сомневаюсь. Но нам нужно добраться до отметки 1.10, зафиксировать профит и уже в ходе нашей с вами следующей встречи подумать, как действовать по паре дальше. Но забегая вперед, хочу сказать то, что при, к примеру, сегодняшнем пробои этой поддержки, мы с вами вполне можем замахиваться на то, что пара будет снижаться. Дальше к следующей цели, это 1.08. Почему евро сейчас не пользуется спросом? Почему трейдеры продолжают избавляться от этого актива? Ну, во-первых, тут не нужно спорить с тем, что доллар ко всему виной. Американская валюта растет, предвкушая все-таки декабрьскую встречу, где ФРС может все-таки решиться на повышение процентных ставок. И эта идея сохраняет актуальность после вчерашних протоколов. О них мы, опять же, сейчас поговорим чуть более подробнее. В отношении евро я допускаю то, что, как и ранее, европейская валюта не пользуется спросом из-за нежелания трейдеров рисковать. Из-за присутствующих страхов и опасений за то, что то снижение, которое мы сейчас наблюдаем, это не просто попытка очередная пробить нижнюю границу боковика, в котором пара находилась в длительный период времени. Это не просто желание протестировать 1.10, а потом вернуться якобы к более оправданным высоким значениям. Трейдеры переживают за то, что сейчас мы можем наблюдать за началом развития самого настоящего медвежьего тренда, который способен завести пару, к примеру, к отметке 1.05. Почему бы нет? Общий новостной фон и картина этому в целом позиционно только располагают. Вчера еще вышел отчет по промышленному производству. Еврозоны – это главная статистика по валютному блоку в рамках дня и признают, что отчет действительно влажный для перспектив экономического роста. Промышленное производство прибавило плюс 1.6 в меньшем выражении, плюс 1.8 в годовом. Действительно, тот позитив, который мы наблюдали вчера, полностью перекрыл негатив прошлого месяца. Но я хочу отметить то, что системные риски все равно сохраняются. И промпроизводство, динамика производственных заказов сейчас находится на... Больше чем на 5% отстает от тех уровней, которые мы наблюдали на пике в 2015 году. То есть, в целом, нет тенденции восстановления. Напротив, к сожалению, есть только тенденция постепенного охлаждения этого сектора. Что касается производственной активности в обрабатывающей промышленности, здесь мы вообще регулярно переписываем многомесячные минимумы. И пока из этого негатива сектору выбраться никак не удается. Поэтому перспективы промышленного сектора не самые радужные. Ну, безусловно, реакция трейдеров должна была быть положительной. Евро должен был подрасти после выхода такого отчета. Это мы просто уже рассуждаем на перспективу, видим системные риски, и говорим с точки зрения долгосрочных ориентированных, что может произойти. Но вы прекрасно видели то, что евро в очередной раз на статистику не обратило никакого внимания, потому что на рынке был основополагающий фактор движения – это американская валюта. И спорить с ее ростом никто не хотел. И я думаю, что не захочет в ближайшее время уж точно. Поэтому в качестве дальнейшей идеи, которую нужно придерживаться по евро, это, конечно же, ставит на еще более глубокое ослабление. Способствовать тому будет преимущественным образом, надеюсь, все-таки, более слабый макроэкономический фонд по статистике. Способствовать этому будет спред доходности между немецкими облигациями и американскими. С конца прошлой недели мы видим, как спред по двухлеткам неуклонно прибавляет. И начинали с 148, и вот вчера этот спред вырос до 154 пунктов. Но все равно это максимальное значение за последние 10 лет. И, как я уже говорил, в связи с такой динамикой ставку больше делают на американские облигации. Поэтому получается, что главный валютный риск будет еще, конечно же, поглядывать на то, что происходит с своим ближайшим, скажем, партнером по регионам с фунтом. А поскольку мы с вами делаем ставку на очень серьезное ослабление на перспективу фунта, понимаем то, что эти негативные рисковые настроения будут транслироваться и на динамику евро. Все против евро. Поэтому не будем искать позитива там, где его нет. Ждем уровень пробой поддержки 1.10 и ждем еще более глубокого ухода пары в перспективе даже не долгосрочных ориентиров, а до конца 2016 года. Доллар японская иена. Вот здесь сейчас котировка у нас 103.80. При этом хай, который был зафиксирован в ходе вчерашней торговой сессии, 104.63. Сегодня доллар активно теряет, но ситуация очень быстро может измениться. И американец уже неоднократно это доказывал и демонстрировал в рамках одной торговой сессии. Что мы услышали интересного по факту выхода протоколов? Ну, ничего нового, собственно говоря. Перерез тех, кто выступает против повышения процентной ставки, составляет три голоса. Общая единая позиция гласит то, что последние отчеты создали условия для того, чтобы изменить монетарную политику в ближайшее время. То есть до конца 2016 года. Под изменением мы подразумеваем рост какосрочных процентных ставок. Те оптимисты, которые лоббировали эту идею ранее, убеждены в этом сейчас еще больше. Голосующие члены отметили то, что на текущий момент ситуация с глобальным экономическим ростом более-менее устаканилась. Но есть риски низкой инфляции. И как раз риски незначительных инфляционных, недостаточных инфляционных ожиданий являются определяющим для тех, кто пока еще отказывается от того, чтобы проголосовать за нормализацию денежно-кредитной политики. Есть позиция, которая гласит, что промедление с этим решением может быть чревато экономическими рисками. Я снова вам напоминаю, что это как раз тезис, который наверняка базируется на высказываниях Лоретты Мейстер. Потому что буквально неделю назад она нам об этом уже говорила. Следующие макроэкономические отчеты будут определяющими. Ни одно заседание не смоделировано, спланировано по фактическим решениям заранее. То есть все может случиться и даже не в декабре, а в ноябре. А вот теперь давайте поясуждаем, почему в ноябре, скорее всего, ФРС не пойдет на повышение процентных ставок. Потому что в ноябре после этого решения не последует пресс-конференция Джанет Герин. А когда монетарная политика претерпевает такие серьезные изменения, конечно же, нужно держать ответ за что произошло. И нужно комментировать, объяснять решения, нужно отвечать на вопросы. Поскольку пресс-конференции на ноябрьском заседании не будет, это первый аргумент в пользу того, что на нем не последуют и решения. Ну и если вы помните, в ноябре у нас выборы в США, противостояние между Клинтон и Трампом продолжается. И заседание ФРС в ноябре состоится буквально, по-моему, за 5 или за 6 дней до выборов. И, соответственно, выходит, что ФРС, даже несмотря на то, что постоянно говорит о том, что экономические аспекты вопросов совершенно никак не переплетаются с политической темой. Это совершенно два противоположных берега, которые никогда не пересекаются. И ФРС никогда не смотрит на политическую картину, якобы сейчас должен игнорировать то, что происходит в политике. Я думаю, что ФРС все-таки подождет, пока пройдут президентские выборы и не будет провоцировать дополнительную волатильность на рынке заранее. Поэтому, скорее всего, снова с вами едем на декабрь. Там вероятность повышения процентной ставки на текущий момент расценивается в 66,7%. В целом, после вчерашних протоколов ситуация не изменилась. Но то, что голосующие члены по-прежнему поддерживают идею того, что ставки нужно повышать, это, на мой взгляд, позитивный сигнал, который должен нас вооружать на оптимизм и позитив в отношении американской валюты. Поэтому по USD и иене все-таки нужно быть сейчас реалистом, нужно понимать, что пара будет толкать не только ожидания повышения ставок США, но еще и последние комментарии со стороны Курады, которые возглавляют Банк Японии о новых мерах экономического стимулирования. А значит, USD иена сможет выйти за пределы 105 и, к примеру, добраться до отметки 107-108. Почему бы и нет? Поэтому я обозначаю и анонсирую длинную идею по этому дилету валютных активов. Дальше идем. Фунт против американца. Здесь важно отметить то, что британская валюта последним снижением сейчас показала и доказала тот факт, что с точки зрения истории мы сейчас фиксируем 186-летний по минимуму, по корзине валют в отношении основных торговых партнеров. Но кто это? Это Франция, это Германия, это США, это Япония. И действительно, тот провал, который сейчас демонстрирует индекс фунта, оказался, как это ни странно, даже более серьезным, чем в 1930 году, когда Англия отказалась от золота, от золотого стандарта. И получается, что сейчас с точки зрения политической ситуации все гораздо хуже. Тучи продолжают сгущаться над Англией. Это также совершенно очевидный факт. Это экономисты, банкиры указывают на то, что уже начали переводить своих сотрудников в другие европейские страны. Потому что очень неясны перспективы того, что будет дальше. И неясно, сможет ли сохранить Англия, Великобритания, доступ к единому европейскому рынку. Почему такие опасения присутствуют? Ну, здесь спасибо нужно сказать Терезе Мэй. Потому что она полностью пересмотрела свой подход и свое видение процедуры выхода из состава Европейского Союза. Собирается запустить двухлетний процесс до конца марта 2017 года. Но она сделала приоритет и ставку на контроль миграции, а не на сохранение доступа к единому рынку. Мы знаем то, что после такой озвученной позиции в ее адрес получало очень много критики со стороны европейских партнеров. И, собственно, это и стало причиной той слабости фунта, которую мы сейчас и наблюдаем. Фунт будет снижаться дальше. Это факт. Только учитывая динамику хода в последние дни и учитывая то, что доллар будет продолжать выигрывать, я считаю то, что пара фунт-доллар доберется даже не до отметки 1.20, а пойдет еще ниже. Поэтому предлагаю несколько подвинуть наши цели с отметки 1.20 до уровня 1.18. Ну а там уже будем следить по факту, что произойдет на рынке. Доллар канадец сейчас торгуется на уровне 1.32.85, локальный хайп был 1.32.92. 8 пунктов нам не хватило, чтобы мы снова по этой паре получили хороший профит. Вот. Если есть определенная поязнь и опасения того, сможет ли пара добраться до туда, я рекомендую вам уже сейчас закрыть позицию, она все равно будет с прекрасным профитом. Но тем, кто любит рисковать, нужно ждать 1.33 как минимум, потому что нефть снижается. На рост канадец не реагировал на нефтяного актива, а вот на снижение реагирует активнее. Картина по канадцу ничуть не меняется. Мы ждем снижения процентной ставки и понимаем, что, скорее всего, такого решения Канаде не избежать. Ну и плюс ко всему, сейчас, если мы уже сделали ставку в качестве определяющей идеи, объясняя о снижении евро расхождением доходности американских облигаций и европейских, то здесь же можно провести параллель и с канадскими облигациями, и также американскими. На текущий момент спред находится на многомесячных максимумах и превышает 25 пунктов, что больше способствует притоку инвестиций именно в американские бумаги. Еще одна идея, которая позволяет придерживаться прежних высоких ценовых ориентиров. Доллар-франк у нас котируется на отметке 0.98.90, хай был на уровне 0.99.08. Мы добрались до нашей цели, которая была выставлена в начале этой недели, но, конечно же, совсем классным ориентированием является паритет. Вот туда сейчас и метим. Евросвиси я вам рекомендовал покупать, потому что есть четкое понимание, что пара вряд ли опустится ниже отметки 1.08. Сейчас котировки 1.08.93, и еще одна возможность, может быть, увеличить рабочий лот, либо задуматься о том, стоит ли торговать этой парой, вот как раз текущие значения, потому что на стоп-лосса фактически можно будет заложить 90 пунктов. Для долгосрочной идеи, которая может принести больше 600 пунктов, это нормальные правила риска менеджмента. Из важных отчетов сегодняшнего дня. В 15.30 первичные заявки на бассейн по безработице в США ждем еще одну цифру ниже 300 тысяч, я думаю, даже ниже 280, что будет расценено как позитив для доллара. В 18.00 запасы нефти США здесь статистика может повторить отчет АПИ, и рост запасов будет выступать еще одним фактором давления. И в рамках сегодняшней торговой сессии еще запланировано выступление Карни, которое возглавляет Банк Англии. Но вот, к сожалению, у меня нет точной информации, когда оно пройдет. Поэтому ждем еще более выраженную волатильность динамики фунта, и я надеюсь, что эта динамика будет предполагать еще большее ослабление этого инструмента против доллара. Кодовое слово на сегодня. Фунт, величина бонуса 13%, действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Со своей стороны, хочу пожелать вам снова прибыльных сделок, прибыльной торговой сессии, прекрасного завершения недели. Если есть вопросы, канал на YouTube, можете оставлять их под видеоокном. Ну и не забывайте ставить лайки. На этом все. Всего доброго. До свидания.